Китайские седаны, покинувшие наш рынок ещё в прошлом десятилетии, начинают массово возвращаться. И не мудрено, ведь с уходом Соляриса, Пола и прочих Кэмри образовалась брешь, которую не грех и заполнить. И так в ближайшие месяцы на рынок должен выйти седан Черри Ариза 8. Судя по косвенным признакам, эти четырёхдверки уже проходят сертификацию. А недавно менеджер локального офиса Черри Константин Афанасьев со словами «Скоро на всех дорогах страны» выложил фотографии седана с некоего мероприятия в Москве. Возможно, с моделью знакомили дилеров. Итак, Ариза 8 – это классический седан среднего класса, практически не имеющий прямых аналогов в вымершем сегменте D. Ведь он на 9 см длиннее «Октавии», но на 10 см короче «Тойоты Кэмри» и на 12,5 см короче «Киа К5». В Китае этот переднеприводный седан Черри продаётся только с сентября, в единственной версии с турбомотором 1.6 и 7-ступенчатым преселективным роботом. Интерьер решён в современном китайском стиле – с двумя 12-дюймовыми экранами, состыкованными в единый щиток и сенсорным блоком климата. В оснащении есть адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе и проекционный дисплей с дополненной реальностью. Несмотря на формальный статус легкового флагмана Черри, в Поднебесной Ариза 8 стоит чуть больше 100 тысяч юаней. Та же Кэмри, которая в Китае сейчас продаётся только гибридной, более чем в полтора раза дороже. А вот младшая модель Ариза 5+, это прямой конкурент выбывшей Шкоды Октавии, Киа Церата и прочих представителей сегмента С+. Эта модель появилась в 2021-м и представляет собой модернизацию седана Ариза 5 образца 2015 года. Причём кузов был удлинён за счёт свесов. На экспортных рынках, например, в Иране и Бразилии, четырёхдверка называется Ариза 6 Pro. По китайской традиции на родине у машины есть два варианта дизайна. К слову, один из них ещё в марте был запатентован в России, но одобрение типа не получено. Во всяком случае, в открытом доступе его пока нет. Продажи начнутся не ранее следующего года. И самое интересное, на наш рынок седан выйдет под брендом Амода. Что же до техники, то в Поднебесной модели оснащается двумя полуторалитровыми моторами – атмосферным и наддувным, которые сочетаются с шестиступенчатой механикой или вариатором. Цены на родине от 70 до 90 тысяч юаней, что в прямом пересчёте было бы даже дешевле Лады Гранты. Впрочем, в Бразилии Ариза 6 Pro стоит вдвое дороже. И вообще, такие упражнения с калькулятором сейчас практического смысла не имеют. Субтитры создавал DimaTorzok